Самого доброго утра, в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет! Сегодня о веселом. Значит, смотрите. За последние 30 лет Латвия потеряла почти миллион своих жителей. Вот только вдумайся. За последние 30 лет Латвия потеряла почти миллион своих граждан. Если раньше говорили, что это уехали оккупанты, и так в Латвии стало меньше народа, сейчас уже все понимают, что это неправда, потому что из Латвии убежали все. И латыши, и русские, и литовцы с евреями. А теперь самое смешное. Знаете, как хотят решать эту проблему? Все правильно. Собрать еще одно министерство. То есть еще надо больше денег, чтобы вернуть этот миллион в Латвию. Когда-то у нас была такая модная фишка, что Латвии не хватает денег, и надо подсчитать, сколько ущерб составил Советский Союз Латвии. И вот не собралась тогда комиссия, и не посчитали этот ущерб, к сожалению. Но я вот занялся и спокойно посчитал, сколько у нас ущерб Латвии составили националисты. Смотрите. В 90-е годы, когда мы получили свою вторую независимость, долг Латвии был ноль. Зеро. Ноль. На сегодняшний день мы потеряли миллион своих жителей, да, и долг Латвии 19 миллиардов евро. А теперь самое смешное. Все эти годы у нас в управлении страной одни и те же люди. Если ты возьмешь Каренша, да, то он у нас здесь в 90-х. Если ты возьмешь Левица, то у нас здесь в 90-х. Они просто меняются местами. Это одна и та же фирма управляет этой страной. Просто люди в ней меняются местами. И вот нашей стране, они фактически принесли ущерб в 19 миллиардов. Потому что 19 миллиардов долг мы взяли при их правлении. Это официальные цифры. Тут не надо ничего придумать. То есть мы настолько успешно управляли этой страной, что из нуля мы не ушли в прибыль, а ушли в минус 19 миллиардов. Представляешь? И сейчас происходит все то же самое. Нам надо опять президента поменять. Или надо премьер-министра поменять. Они меняют одних и тех же людей. Эти люди в управлении у власти, ну, в Латвии во власти 30 лет. Вот вспомни, когда Каренш пришел во власть. Да, каким-то был министром, потом менялся на то, менялся на это. Стал премьер-министром, потом станет опять министром. Но эта же банда управляет одной и той же страной. Они нам фактически принесли колоссальный ущерб, который можно осязаемо посчитать. Сейчас мы думаем, кто же будет нашим следующим президентом? Мы стебаемся над Лукашенко и Путиным, да, на том, что это авторократии, такие режимы, да, тоталитарные. Но у тех режимов, знаешь, есть лицо. Вот злодей Путин, да, и злодей Лукашенко. А у нас все милые и добрые. Ну, просто их много. Просто иная форма тоталитарного режима, по сути дела. Я не знаю, как этому поставить конец и как на этом поставить крест, но есть предложение выйти 27-го числа и сказать, что этой мафии нет. Ну, если это тот минимум, который я могу сделать, то я обязательно приду и призываю вас всех сделать это. 27-го числа, около памятника Свободы, в 3 часа дня. Собираемся, хотя бы поболтаем. Ну, и напомню, что это, конечно же, развлекательный контент. Не надо к нему относиться серьезно. И да, конечно, Латвия самая позитивная страна Евросоюза. Посыпаемся.